Как заставить Россию заплатить за содеянное зло? Мы далее поговорим с Алексеем Ижаком. К нашему эфиру присоединяется заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности. Алексей, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Алексей, ну выставить России счет это даже не полдела, ведь это не означает автоматически, что она начнет сразу же платить по счетам. Поэтому впереди у нас долгий путь по принуждению к выплатам репараций и затем еще долгий путь выплат этих репараций. Поэтому у меня вопрос такой. Насколько затянется как первый пункт этого плана, так и второй? Как вы считаете? Все это, конечно же, будет долго. Мы помним, сколько шли суды, газовые суды, которые тоже блестяще завершились в пользу Украины. И в случае, допустим, газовых арбитражей, ну Россия быстро согласилась заплатить. С другой стороны, мы видим, насколько долго Россия сопротивляется уплате такого же арбитража за национализацию ЮКОСа. Там речь идет о 50 миллиардах, и Россия юлит-юлит, и действительно процедурных возможностей для того, чтобы не заплатить много, несмотря на все принятые решения. Есть апелляции, апелляции на апелляцию. В конце концов, любое такое решение о собственности, оно принимается в национальной юрисдикции. И даже если международный трибунал, либо суд, ну трибунал еще надо создать, кстати, ну либо же какой-то орган, который может такое решение принимать, это арбитражи, международные коммерческие арбитражи могут принимать вопросы, решать вопросы о собственности. После этого решения арбитражей выполняются в национальном законодательстве тех стран, которые поддерживают работу этого арбитража. Таких арбитражей есть. И Гарский, и Лондонский, и в Швейцарии есть арбитражи. Ну это все, конечно, есть. Но процедура может быть долгой. Поэтому я думаю, что решения, которые будут приниматься, они будут приниматься, будет создаваться еще и новая процедура, каким образом у России взымать эти долги. Вполне возможно, будут найдены возможности для, ну не материальных, не финансовых компенсаций, например, поставки газа, нефти бесплатной или ядерного топлива. Ну такие прецеденты тоже были во время компенсации в Украине за вывезенное ядерное топливо. Россия поставляла бесплатно несколько лет атомное топливо. Ну я думаю, это действительно долгий процесс. Поэтому нам надо прежде всего рассчитывать не на российские репарации. Российские репарации скорее пойдут международным инвесторам. Нам надо привлекать международных инвесторов. Для этого нужно завершить то, о чем в любом случае нужно завершить эту войну победой. И только это открывает путь для любых денег в Украину. И денег по репарациям, и денег инвесторов. К сожалению, ни инвесторы, ни репарации не пойдут в Украину без победы. Алексей, как вы оцениваете сроки завершения этого политического процесса, который сейчас инициирует Украина? Я говорю о том, чтобы все-таки вскрыть эту мошенническую схему, благодаря которой Россия заняла место в Суббизион, и все-таки расставить точки над «и» и попросить Российскую Федерацию на выход. Насколько этот процесс может быть быстрым и результативным? Он точно будет результативным, но в какие сроки? Как вы думаете? Я думаю, по большому счету, это не главное вообще, что нужно решать в этом мире. Это один из инструментов давления на Россию. Это действительно способ устранения этой язвы, которой является право вета России в ООН. Ведь сейчас речь, когда мы говорим о праве вета России и ее постоянном членстве в Совете Безопасности, это вопрос статуса, политического веса и определенной легитимности решений. Это никак не влияет на ту помощь, которую Украина получает от партнеров. Это никак не влияет на ход боевых действий. Но, тем не менее, это косвенно может повлиять на то, о чем мы говорили ранее. На репарации, на вообще послевоенное устройство. Это действительно повлияет. Поэтому работать над этим надо, работать над этим можно. Я не думаю, что возможно исключение России без одновременного переписывания устава ООН, потому что там названы пять стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности. Там названы полномочия Совета Безопасности. И, скорее, этот вопрос о членстве России в Совете Безопасности как постоянного члена, действительно, это очень сомнительная процедура. И международные юристы говорят, разделяют сомнения. Сама идея. Мы же помним, как это было. Советский Союз распался. В уставе записанный конкретный Советский Союз. Страны нет. Но, тем не менее, СНГ сразу же после образования сделали два обращения к миру, если можно так сказать, письменных обращений, что ядерное оружие остается под контролем России, несмотря на то, что оно распределено по разным странам. И второе, что все страны соглашаются с тем, что Россия занимает место в Совете Безопасности Советского Союза. На этой основе российские уже, российские власти написали письмо в ООН, что просим считать место Советского Союза российским. Ну и все согласились. Это вопрос легитимности, действительно. Ну все согласились с этим. Сейчас могут не согласиться, но проблема возникает то в том, что есть определенные структуры этой организации. Организация не самая важная в мире, я уже сказал. Это не самое главное, как работает ООН для того, чтобы закончить эту войну. Но, тем не менее, организация существует, не есть структура. Там есть постоянные члены, и у них есть особые права. Поэтому, я думаю, вопрос исключения России, он параллельно будет решаться с общим реформированием Совета Безопасности ООН. Этот процесс, он уже запущен давно, но сейчас он будет активизирован этой проблемой России. Речь идет о том, что уровень высшего представительства международной организации, такой как ООН, должны также иметь Германия, Индия, Япония. Почему там Китай и Россия есть, а Японии и Индии нет? Это совершенно бессмысленное такое разделение стран такого уровня. Поэтому этот вопрос решается, этот процесс запущен. Но я думаю, что вот именно переписывание устава, где будет написан новый состав какого-то высшего руководящего органа ООН, он произойдет параллельно с реформированием самой организации. А то, что процесс запущенный в отношении исключения ООН из Совета Безопасности России, либо же ограничение права вета России, это все возможно, это часть этого важного международного процесса, который завершит, в том числе позволит создать систему после завершения этой войны победы Украины. Действительно, эта война показала, мягко говоря, несостоятельность организации объединенных наций. Вот из последних заявлений, которые сделал глава украинского МИДа, господин Кулеба, он обвинил ООН в бездействии по направлению миссии, например, для изучения ударов Российской Федерации иранскими беспилотниками. Миссию в Совбезе обещали, затем просто заявили о невозможности посещения Украины в эти сроки. Не пора ли ставить вопрос о том, что ООН не единственная несостоятельная организация, показала свою несостоятельность перед рисом реальной войны, реальных угроз в мире. Не пора ли задуматься о том, что этому миру нужны новые какие-то системы по сдерживанию агрессии, по новой системе по выстроению мира порядка? Мир задумался об этом больше века назад, когда создавалась Лига наций, потом ООН, потом масса других организаций. Но мы видим, что даже наиболее эффективные организации международные, такие как НАТО и Европейский союз, они тоже имеют свои ограничения, свои проблемы. Хотя, конечно, эффективность не сравнить. Я думаю, просто нужно отходить, и особенно нам в Украине, от этого представления о том, что мировой порядок основан на международных организациях. Это не так. Мировой порядок основан на взаимодействии стран, прежде всего, отношения между ними, коалиции между ними, договорных и политических обязательств, вражды и ненависти, любви и дружбы. Ну и все это основа мирового порядка и экономических связей между государствами. Международные организации играют важную роль, они могут играть. Но вопрос международных организаций, это по большому счету вопрос распределения денег. Если платятся членские обносы в организацию, она должна работать, соответственно, бюджету. Мы сейчас видим, что в случае ООН деньги часто тратятся непонятно на что. Если там предусмотрены бюджеты на борьбу с голодом и вакцинацию, а организация занимается непонятными суждениями относительно иранских дронов, но тут тоже, кстати, надо понять. Есть такая... Когда-то на Диком Западе в кабаках висело объявление, не стреляйте в пианиста, он играет как может. Потому что если есть какие-то проблемы, это дело в самой организации, а не в том, как генеральный секретарь или секретарь что-то исполняет. Генеральный секретарь, он вынужден был решать. Либо же сохранить зерновую сделку от угроз со стороны России, либо же послать миссию в Украину и оценить последствия действия иранских дронов. Вот они решили, что они не будут посылать миссию, потому что Россия угрожала срывом зерновой сделки. А зерновая сделка, это тоже одна из ключевых задач ООН по обеспечению, по борьбе с голодом в мире. Вот они решали и решили так, что не будут обращать внимание на дроны, вернее, не обратили внимание на дроны, а не просто генеральный секретарь, он звонил в Иран и предупреждал против поставок оружия в Россию для военной с Украиной. А с другой стороны, они пытались сохранить это действие, это зерновое соглашение. Это я рассказываю для того, чтобы понять, чем заняты международные организации. Вот они заняты этим. Они не заняты обеспечением мира и безопасности. Они не заняты тем, чтобы судить и миловать, и даровать какие-то возможности. Международные организации делают то, что они могут. Действительно, их надо перестраивать, потому что они стали неэффективными в рамках того бюджетного финансирования и тех членских взносов, которые платят страны. Но в целом привязывать реформирование ООН с победой в этой войне, мне кажется, тоже не стоит. Мы просто можем рассуждать о том, что после этой войны очень многое в этом мире изменится, в том числе ООН, в том числе вопрос членства России как постоянного члена Совета безопасности ООН. И очень многое изменится в Кремле. Алексей, к экспертам вашего уровня мы прислушиваемся особенно внимательно, особенно в плане прогнозов по итогам окончаний, чем закончится эта война и чем она закончится для Кремля. Я хочу напомнить ваш августовский прогноз. Вы говорили о том, что Путин будет терять власть, а элиты в России начнут войну все против всех. Прошло достаточное количество времени в свете последних тенденций изменившейся ситуации. Как бы вы обновили свой же прогноз? Ну, в принципе, это и происходит. Путин, очевидно, ограничивает свои возможности. Он просто не может контролировать все. Сам факт появления таких персон, как Пригожин и Кадыров в политической системе, говорит о том, что власть рассыпается. И, в принципе, не надо ожидать. Я думаю, никто не будет ожидать, что в России возможно быстрое строительство демократической и политической системы после крушения этого режима. Вопрос состоит, по большому счету, в следующем. Режим так или иначе разрушится. Он разрушит сам себя в результате этой войны. Вопрос в том, будет ли разрушаться Россия и что с этим делать, если она начнет стихийно разрушаться. Это уже зависит от разных экономических показателей. Ну, а что касается судьбы собственного режима, я повторю то, что недавно сказал известный политолог Пианковский. Он сказал, что... Или, возможно, кто-то другой сказал. Ну, в общем, кто-то... Это сказал не я. Что когда Путина будут тушить или, как Юлия Цезаря, Юлия Цезаря бить кинжалом, последние слова, которые он скажет, и ты, Рамзан, и ты, Евгений. Речь идет о Кадыреве и Привожине. Поэтому этот режим закончится. Закончится примерно понятно, чем. Но, к сожалению, не это главное. Главное закончить войну. Победить в этой войне. Неплохой прогноз, тем не менее. Спасибо вам, Алексей. Мы всегда рады вам в нашем эфире. Спасибо, что нашли время. Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности, отвечал на наши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин,